Ольга Назарова «По ту сторону сказки. И далеко, и близко». Книга девятая. Читает Татьяна Волкова. Глава первая. Лютый ненавистник. Лето получилось теплым, даже несколько слишком теплым. Синоптики, бодро перебегая от кондиционеров под телекамеры, рассказывали о жаре, которая превысила некие загадочные нормы. Дачники старательно поливали огороды, леса стали сухими и пугливо похрустывали сосновыми коричневатыми иголками под ногами наиболее фанатичных грибников. Приверженцы загара подставляли себя под солнечные лучи, где только можно и где нельзя. А Катерина, устроившаяся в гамаке под яблонями, искоса поглядывала на кота. Байон вид имел загадочный, вздыхал, явно страдал. Хотя с котом точно знать это было абсолютно невозможно. Актер тот еще, думала про себя Катя. Жарко, не находишь? Тоном великосветского дэнди произнес Байон. Ну да, жарковато. Лето же. Катерина качнула гамак. Лето она любила. Кто же из школьников, находясь в здравом уме и твердой памяти, не любит лето? Жаркое, не жаркое, это уже не важно. Главное, это каникулы. Это тебе, радость моя жарковата. А мне? Вот сама подумай, каково мне-то в моей-то шубке. Байон с гордостью осмотрел собственный бок. Шерсть густая, лоснящаяся, блестящая, загляденье. Да, красота! Увлекся Байон самолюбованием, правда, быстро опомнился. Ой, в смысле, невыносимо просто. Жарко невозможно. Тебя в бочку макнуть, побрить или в холодильник запихать? Непринужденно осведомился бурый волк, сообразивший, что это все неспроста. Впрочем, у Байона все так. Очень утомительная животина. И всегда такой был. Катенька, вот сама посмотри, с кем мне приходится общаться. Пожаловался кот, прекрасно понимающий, что при Кате ничего из вышеперечисленного бурый делать не будет. Варварская, северная, вредная скотинка. За скотинку даже брить не буду. Ощиплю и в морозилку засуну. Скучно пообещал волк, нехорошо покосившись на Баюна. И кот заторопился. Я ж к чему это все? Может, нам небольшой перерывчик сделать? Отдохнуть, так сказать, от жары? В Лукоморе сейчас ранняя весна как раз. Да мы же только недавно оттуда. Дай ты ей отдохнуть, бесстыжая твоя усатая рожа, возмутился бурый. Кот сделал вид, что вообще ничего не расслышал. У него, как и у любого приличного представителя кошачьего рода, в полной мере присутствует замечательная способность слышать только то, что ему было интересно и приятно. Все остальное попросту пролетает мимо кошачьих ушей. Катюша, так ты как думаешь, а? И сказочка там имеется. Маленькая такая, миленькая, про лесу. Про какую еще лесу? Оскалился бурый. Чувашская сказочка. И даже не большая, а маленькая. Про лесу и дятла, разъяснил Баюн, глядя на Катерину честными глазами. Так, еще и дятла, констатировал бурый тоном, которым говорят, что так и знали, что дальше будет только хуже. Бурый, сказка элементарная, говорю же, маленькая, простенькая, но находится у истока реки. И если ее освободить, земель от тумана очистится множество, и река будет свободна. И время сейчас для того, чтобы сказку эту разбудить, самое подходящее. Когда Баюн хотел кого-то убедить, то всегда находил множество доводов. Катерина, тоже уставшая от жары, наконец заинтересовалась. Кота, покажи, что за сказка. Да запросто радость моя. Баюн стремительно прыгнул в сторону терема, и ведь не скажешь, что только что от жары страдал. Вернулся оттуда уже с жарусей, держащей в коготках книгу. Он даже так далеко зашел, что сам открыл сказку, отыскав нужную страницу. Катерина с любопытством начала читать. Бежала леса полюсу, бежала-бежала, да вдруг бух в яму, которую на ее дороге охотник вырыл. Снует туда-сюда по яме, прыгает, крутится, вертится, а наверх выбраться не может. Дятел с соседнего дерева увидел лесу в яме и спрашивает. — Что ты там делаешь, подруженька? — Колодец рою, — ответила рыжая плутовка. — Может, и мне выроешь? — попросил дятел. — Вырыть я вырою, да сперва этот надо закончить, — продолжает хитрить лиса. — Помоги мне опустить в колодец сруб, потом пойдем тебе рыть. — Как же я помогу тебе? — не понял дятел. — Работа не тяжелая, ты мне для сруба сверху ветки бросай, всего я дела, — объяснила лиса. Начал дятел помогать лисице. Найдет подходящий сучок, стукнет по нему своим острым клювом и летит сук прямо в яму. Стукнет по новой ветке, и она в яме. Так обломал он одно дерево, за другое принялся. Бурый поморщился. — И как у нас таких простаков хватает? Это ж надо поверить, что лиса колодец строит. — Ну, а тебе припомнить, как тебя одна такая рыжая вокруг всех коготков обвела? Баюн очень вовремя взлетел на дерево, правда, его это не спасло, потому что Бурый разозлился, одним прыжком взвился вверх, выхватил вредное сказочное животное из переплетения веток и, опустившись на землю, прижал его лапой. — Если ты еще хоть раз это вспомнишь! — прорычал он прямо в треугольное кошачье ухо. — Не-не, что ты, ни за что, никогда! У меня вообще уже все из памяти того выветрилось. Какая такая лиса? Какая оленья туша, которую ты, рыжий хитрованки, скормил по доброте душевной? Баюн с истинно кошачьей ловкостью исполнил коронный трюк «Кошке — это жидкость» и оказался не просто на свободе, а у Катерины в гамаке. Бурый только фыркнул презрительно. — Кот, ну, хватит тебе! Катя Бурова любила и оскорблять его пустым любопытством не собиралась. Надо будить сказку, значит, надо! Именно этот разговор и стал причиной того, что Катерина и все остальные отправились в тот день в Лукоморье. Если бы Баюн знал, что получится из визита к простой и незамысловатой сказочке, он бы не просто молчал бы про Лукоморье, он бы Катерину запер бы где-нибудь. Ворота в лукоморские земли появились посреди сада, как только Катя их позвала. Она привычно махнула рукой родным и шагнула в прохладную, звонкую, яркую лукоморскую весну. До сказки добрались быстро. В туман вошли, как обычно, даже туманных тварей не было. Все прошло не просто легко и хорошо, а замечательно. Туман из болотного урочища уходил долго, его выдувало ветром из соседних земель. Сказка была на границе урочища, и когда Катерина ее разбудила, то и само болото медленно, но верно стало очищаться. Открывались перелески, участки воды, трясинные мутные окошки, яркая радостная зелень над болотистыми омутами. И, наконец, освободился от мерзкого зеленого тумана и лесной уголок, где на мягком мху спала старая ведьма Наина. Ее когда-то принесла и опустила в туман Жаруся после того, как Наина в образе черной змеицы напала на Радко и мальчишек. Ведьма проснулась и некоторое время вспоминала, где она и что с ней случилось перед тем, как она оказалась около болота, а потом вдруг присмотрелась к одному из растений на болотистой кочке. Если бы кто-то наблюдал в тот момент за Наиной, то сильно бы удивился. Она бесстрашно полезла в мутную воду, выкопала голыми руками очень неприятная на вид растенница, расцветшая мелкими черными цветками, и внимательно осмотрела его корень. Он у этого цветка выглядел словно черный неровный камень и имел такую же твердость. Вернувшись на твердую почву лесочка, Наина радостно расхохоталась. «Повезло так повезло! Найти лютый ненавистник – это великая удача! Но теперь-то ты попадешь ко мне в руки, сказочница Катерина!» Катя ничего не поняла. Она спокойно ожидала, когда на звук рожка прилетят ее спутники. Мальчишки разлеглись неподалеку на молоденькой травке, как вдруг Катерина увидела знакомые белесые волны, выплывающие из молодого ельника. «Сон-трава!» – догадалась Катя, но достать синий цвет не успела. Собственно, она уже ничего не успела сделать, только руки выставила вперед, чтобы не сильно удариться. Проснулась в какой-то пещере, и первое, что осознала, что почему-то на ней совершенно мокрая одежда и волосы, да и вообще она словно в озеро упала. «Что, проснулась?» – проскрепел рядом странно знакомый голос. «А, удивляешься, почему ты свободна? Руки-ноги не связаны? Так мне это и не надо. Ты резко-то накидочку не отбрасывай, это в твоих же интересах». «Наина?» Катя с трудом приподнялась на локте. Оказалось, что лежит она в дальнем углу пещеры, вся с головы до ног, облитая какой-то странной жидкостью. Странной, потому что она ничем не пахла, на ощупь словно вода, а вот как только Катя начинала двигаться, ей казалось, что ее обдает холодом. Впрочем, жидкость стремительно высыхала, и уже через минуту это ощущение прошло. Наина расхохоталась. «Что ты думала, что тебе все это сойдет с рук? Отнять у меня змеиное кольцо? Усыпить в тумане? Нет уж, моя дорогая, теперь ты ничего сделать не сможешь, и на помощь позвать тоже не сможешь. Я облила тебя отваром редчайшего растения, лютого ненавистника. Твоя кожа уже впитала его, как я посмотрю. Теперь тебе от него не избавиться, ни смыть, ни снять до новой луны. Как только тебя коснется кто-то, кто тебя любит, он умрет. Как только ты коснешься того, кто тебя любит, он умрет. И даже больше того, если ты сама расскажешь любящему тебя об этом, то он окаменеет и сделается, как каменный корешок этого цветка. Так что твой единственный выход — скрыться от них всех до новой луны. А то еще почти четыре седмицы без трех дней. Вот потихота. Отвар цветка лютого ненавистника славно действует. Только вот у кота зеркальце и сказочное, а может и не одно.